Доброе утро! В этом году Государственная санитарно-эпидемиологическая служба России празднует свое 100-летие. В суде заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Инна Витальевна Кудрявцева. Доброе утро! Здравствуйте! Большая юбилейная дата. 100 лет. Наверняка запланированы какие-то мероприятия в рамках такого юбилея. Да, конечно, план мероприятия у нас обширный, но вся идеология этого юбилея состоит в том, чтобы подтвердить мастерство, дальше его оттачивать. Поэтому будет научно-практическая конференция, поэтому будет соревнование санитарно-эпидемиологических бригад. То есть, те бригады, которые выходят в так называемую зону поражения, должны слаженно сработать и продемонстрировать эффективное взаимодействие. Ну и, безусловно, это и посадка аллеи, это и всевозможные мероприятия федерального уровня, это и съезд гигиенистов-эпидемиологов и так далее. Конечно, за все эти годы наша служба претерпела глобальные изменения. И то, как раньше была заорганизована деятельность всего гражданского общества, практически нет сфер, которые бы не регулировались санитарно-эпидемиологическими требованиями. И контроль был тотальный. Сейчас много направлений хозяйственной деятельности отдано на самоконтроль. Сейчас виды деятельности, которые допускаются только при лицензировании с условием подтверждения, то есть так называемого санитарно-эпидемиологического заключения. Этот перечень сужен до четырех видов деятельности. Образование, медицина, работа с отходами и радиационные виды деятельности. Ну и, конечно, санитарный щит. Санитарный щит страны, это практически биологическая безопасность страны. Это, скажем так, самостоятельное отдельное направление эпидемиологического надзора по недопущению завоза опасных инфекционных заболеваний, да и вообще инфекционных заболеваний на территорию Российской Федерации. У нас в округе три таких воздушных пункта пропуска через государственную границу. И там наши сотрудники выполняют обязанности по санитарно-карантинному контролю. Это, конечно, разрешительная деятельность. Конечно, ее масштабы претерпели глобальные изменения. Мы вместе со всей страной переживали. И сейчас еще не завершена административная реформа, уменьшение давления государства на общество, на бизнес и, соответственно, в борьбе с административными барьерами. И также упразднилось у нас понятие предупредительный санитарный надзор, когда застройка велась под неусыпным соком оком санитарного врача. Сейчас в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям выполняют наши коллеги, но уже работающие в строительном надзоре. То есть во многих сферах? Во многих сферах, но если раньше это был государственный санитарно-эпидемиологический надзор, то теперь это элемент строительного надзора. Элемент есть самостоятельный ведомственный надзор в медицине, и там госпитальные эпидемиологи и так далее. Таким образом уменьшается давление государства на различные отрасли хозяйственной деятельности. И больше уделяется внимание или предоставляется возможности для самоконтроля. Ну, поощряется самостоятельность и поощряется добросовестность. Ну вот 100-летний юбилей, все, что было, допустим, 100 лет назад, и то, что сейчас 21 век, необходимо идти в ногу со временем соответствовать. Тем более, мы сейчас все с вами видим последние два года, есть над чем бороться. То есть работы, работы прибавилось. Ну и, соответственно, это и болезнь 21 века. И здесь, опять же, на страже, на плечи ложится как раз сотрудникам и Роспотребнадзора в целом. Соглашусь. Ну, то есть 100-летний юбилей – это хороший повод сказать всем работникам действительно спасибо. Потому что вот то, что сейчас мы имеем, это работа Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Ну, нам еще много есть над чем работать. Понятно. Мы хотя бы с вами сейчас сидим, общаемся, ходим на работу. Без масок. Да, да, да. На самом деле у эпидемиологов, конечно, всегда было много работы. Это самое неспокойное направление профилактической медицины. И действительно, хотелось бы сказать слова благодарности всем, кто выстоял, всем, кто продемонстрировал силу духа, несгибаемость. Потому что, на самом деле, время лежало в пандемии очень тяжелое. И, безусловно, хочется выразить слова благодарности всем, кто с нами был в одной упряжке, всем, кто, ну, во-первых, с пониманием относился к тому, что происходит. Это, конечно, наши люди, наше население. Потом очень сильно чувствовалось плечо других ведомств, сотрудников других органов власти. Это, прежде всего, региональные органы исполнительной власти, федеральные органы власти. Конечно, один поле не воин, и только работа в команде приносит результаты, что мы и наблюдали на протяжении всей пандемии. Вот он, этот результат. Сейчас мы живем обычной, нормальной жизнью. Мы еще раз поздравляем с отличным, со знаменательным юбилеем. 100 лет – это век. Вот, поэтому всех сотрудников и Роспотребнадзора Ханты-Мансийского основного округа Югры мы поздравляем. Наша редакция присоединяется ко всем поздравляям, которые будут идти в ваш адрес. Вам спасибо огромное за нашу сейчас уже очень классную жизнь. Ну и, конечно, спасибо, что пришли к нам, рассказали. Доброго бодру утра. Желаем вам с гостей. Прощаемся. А с вами живем за две, две с половиной минуты. Дождитесь. Дождитесь.